Ветерный рай Мой творческий путь начался с того момента, когда я услышал, как поет мой дедушка. Это был обычный день, семейный ужин, и в один прекрасный момент он запел, и это настолько было красиво, ну, мне, по крайней мере, казалось на тот момент так, что через некоторое время я пришел к родителям и сказал, мам, пап, я хочу петь. Ветерный рай Вспомним, как мы ходили вместе на различные мастер-классы, которые проходили в Академии. Интересно было общаться с действительно именитыми людьми, потому что нам предоставляли такую возможность прям лично пообщаться. Даже с Игорем Крутым позадавать ему какие-то вопросы, он тебе даст какие-то советы. Ну, и, конечно же, самое, наверное, интересное, что мне запомнилось в истории с Академией Игоря Крутого. Это в один прекрасный момент, на творческий слет в Москву прилетел первый педагог Бейонса. Поставили такую задачу, что из 150 человек, которые находятся в данный момент в Академии, педагог Дэвид Лебрювер выберет себе 10 участников, с которыми он будет работать на протяжении всего слета. Мы выходили на сцену, исполняли свою песню, и в тот момент я через некоторое время услышал свою фамилию. Это я даже вот помню, как это было. Это была Ванья Сданюк. И все, и на следующий день у нас началась работа с ним. Он нам рассказывал вообще, что такое голосовой аппарат, как с ним надо обращаться, как нужно себя вести на сцене. Конкурсы всегда были в моей жизни. Это были и международные конкурсы, и республиканские конкурсы. Я считаю, что конкурсы вообще, в принципе, нужны с самого детства для того, чтобы ребенок мог привыкать к сцене, чтобы у него не было боязни выходить на сцену, чтобы он понимал, что когда он вырастет, то он, если действительно он хочет уже до конца идти и к своей мечте, то ему придется выходить на большую сцену, где будет огромное количество зрителей, и там просто не будет права на ошибку и на то, чтобы сказать, ой, что-то мне страшно, я не знаю, в какую мне сторону пойти, в какую камеру мне посмотреть. И поэтому просто надо именно вот эти конкурсы для того, чтобы ты понимал, как обращаться со сценой, чтобы обязательно тебя оценивали. Потому что я знаю, что и в моей жизни встречались такие люди, когда родители говорили на каждом, причем, конкурсе, вот мы просто там с одной девочкой постоянно встречались и пересекались на одних и тех же конкурсах, и он говорил, что вот папа, вот ты самая лучшая, ты заберешь все награды, и постоянно, и она вот реально, она все, я выиграю, я выиграю, я выиграю, и когда члены жюри ставили ей не десятки, а, например, там пятерки, то, конечно же, это сразу же психологическая травма, и она остается в ребенке, и потом будет очень тяжело. Поэтому я считаю, что никогда нельзя настраивать, особенно детей, потому что в них это все закладывается с самых первых этапов. Даже если ты не занимаешь ни какое призовое место на конкурсе, либо на фестивале, это не значит, что ты плохой, это не значит, что ты не умеешь петь, это не значит, что ты вообще не понимаешь, что вообще тебе надо, да, и вообще правильно ли я, что занимаюсь этим делом. Это просто, во-первых, мы все должны понимать, что, наверное, вот конкурсы, фестивали, в принципе, наверное, музыкальная индустрия, это все очень субъективно, потому что тебя оценивают люди, а у каждого человека есть свое мнение. И этому ты не понравился человеку, а этому ты понравился. И на одном конкурсе ты взял там гран-при, а на другом ты там занял последнее место. Ну, да, потому что все разные люди, и тем самым ты должен просто делать выводы для себя. Ты должен понять, что вот здесь я сделал ошибку, в следующий раз я обязательно не допущу, я буду над этим работать. На базаре какие были ошибки? Ну, я считаю, что в любом случае идеальных выступлений не бывает. Идеальных выступлений не бывает, и ты, наверное, все-таки... Во-первых, когда это Славянский базар, самый лучший конкурс в нашей стране, это там, где можно артисту себя проявить, показать на большую аудиторию, на международную аудиторию, то тебе, конечно же, хочется сделать все на высшем уровне. Ну, в первую очередь, когда ты выходишь на сцену летнего амфитеатра и видишь тысячи людей, у тебя мурашки по коже, особенно когда я выходил на сцену, это был первый номер, это моя страна, я понимаю, что у меня нет права на ошибки сейчас плохо выступить, я должен зарядить энергией своей с первых секунд, чтобы на последующих конкурсантов такая же энергия и оставалась, и членов жюри, и у зрителей. Очень была насыщенная жизнь на Славянском базаре, потому что моя команда, прорисовский центр «Спомаш» давала мне возможность, чтобы я пообщался с прессой, то есть они мне организовывали все, что только возможно, потому что это, наверное, был такой мой первый вообще большой конкурс, и я считаю, что это, наверное, такая огромная ступень во взрослый шоу-бизнес. И интересные были моменты и за кулисами, когда ты вытягиваешь первый номер, и ты понимаешь, что тебе надо все успеть, и выйти на первую песню, чтобы представиться, всем показаться, в каком ты образе сегодня будешь исполнять свою песню. И вот, значит, ты выходишь на сцену, представляешь всех конкурсантов, и ты понимаешь, что вот буквально через 40 секунд тебя уже будут представлять на твой номер, и ты должен спокойно, отдышавшись, выйти и спеть. А я понимаю, что я сейчас буду бежать вот так вот просто со сцены за кулису, и вот я вот помню этот момент, я бегу, Екатерина Владимировна, близнец мне, мой продюсер, подает мне воду, я быстренько делаю глоток, делаю один вздох и беру микрофон и пошел на сцену. На национальном отборе на Евровидении совсем другая история, потому что, во-первых, ты не видишь такое огромное количество людей, ты сидишь, стоишь перед экспертами, нет такого масштаба, нет такой сцены, и, ну, это совсем другой формат, то есть это другой материал музыкальный, который ты преподносишь на этом конкурсе, и совсем другие ощущения. На национальном отборе у меня был момент, когда я выступал в качестве гостя в 2018 году, это тоже был интересный опыт, это была тогда первая работа с ушными мониторами, с нейрами, ну, то есть каждый свой музыкальный, значит, конкурс я расцениваю с тем, что вот мне надо поработать над той или иной ошибкой, да, мне надо сделать у себя такие, значит, отметки, где я прав был, где я не прав был, и тогда вот, по-моему, да, в 2018 году я помню, как я справлялся с волнением, потому что, значит, я выхожу на сцену, вот помню тот момент, когда ведущие, значит, говорили подводку к моему выступлению, и у меня просто сердце, туп, 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 вот я прямо это помню, я держу микрофон, наушники и сердце, только сердце бьется, и я понимаю, что если я сейчас в течение, там, пяти секунд себя не успокою, ну, то есть выступление будет провальным, и я все-таки как-то настроился, сбросил всю, наверное, плохую энергию, которая, и все волнение, которое во мне было, и с первых нот все-таки начал правильно вести себя на сцене. Онлайн-марафонный – это очень добрая, очень добрая история, потому что сейчас очень трудное время вообще во всем мире. У всех артистов отменены концерты, и это мы говорим не только про наших, это мировые звезды сидят дома и не знают, чем им заняться, но понятно, что некоторые пишут, значит, альбомы, но их не выпускают, потому что сейчас неподходящее время. Проритический центр «Спамаш» сделал просто, ну, вот, по моему мнению, очень правильный и добрый поступок, и создал тем самым такое событие, как онлайн-марафоны, потому что мы поддержали медицинских работников морально, кто-то помог финансово, да, и мы действительно собрали хорошую сумму вообще в общем из всех марафонов, и это приятно, что мы помогли, и что артисты, которые приходили, бесплатно приходили и делились своим творчеством, они через себя как бы призывали людей, что вот помогите, помогите там двумя рублями, или просто придите и принесите там в больницу все необходимое, что им надо, да, «Спамаш» послужил таким толчком для остальных артистов и для менеджмента, чтобы делать, ну, чтобы, наверное, понимать, что жизнь не остановилась, что можно работать, можно заниматься своим любимым делом, и тем самым, когда ты будешь заниматься своим любимым делом еще, и помогать кому-то, это прекрасно. Сейчас действительно я работаю над своим авторским материалом, меня поддерживает моя команда, дает мне возможность писать, они слушают мой музыкальный материал, берет Ваня, ну, можно попробовать с этим поработать. Большая авторская работа была в девятнадцатом году, когда мы поработали вместе с Тео, прекрасный человек, который помог мне в реализации моей идеи, моей мелодии, которая была написана, то есть он полностью саранжировал песню, помог мне записать ее, и мне кажется, что это получилась неплохая работа, которую мы представили на отборе национального Евровидения нашей страны. Вот сейчас ведется работа над новой песней, вот мы сейчас записываем ее в студии звукозаписи. Уже вышла песня Юлии Киреевой, автора песен Ольги Бузовой, если вот та самая песня, гимн фанатов, вот эта вот работа Юлии. Песня называется «Молодыми», которая уже доступна на всех цифровых площадках. Конечно же, хотелось бы не только писать мелодию, но и аранжировать ее. То есть для этого я сейчас буду изучать компьютерную музыку, чтобы в будущем полностью заниматься саундпродесированием своих песен. То есть это вплоть от аранжировки, сведения, мастеринга и, наверное, обработки вокала. То есть чтобы все, вот я вот написал мелодию, сел там в студии и поехали. Значит, записал свой голос, свел, сделал мастеринг, аранжировал это все, ну и впустил ее в свет. То есть чтобы ни от кого не зависеть и все-таки человек, который пишет музыку, он хочет вот, наверное, сам ее и украсить различными красками. И если он это сможет сделать, то это будет просто прекрасно. Цены не будет такому артисту. И я считаю, что к этому надо стремиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok